МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ24 в студии Катерина Пианова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О пожарах знают все. 18 июля день создания органов Государственного пожарного надзора. 7 ДТП с материальным ущербом, а 4 с пострадавшими, чем запомнилось в прошедшей неделе сотрудникам правопорядка. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. На 128 лет назад родился советский поэт Владимир Маяковский. Далее расскажем по всем подробно. Пенсионерам будут выплачивать пенсию не ниже регионального прожиточного минимума с 2022 года. В случае, если размер пенсии окажется ниже, россиянин получит социальную доплату до величины региональной минимальной пенсии. На доплату смогут рассчитывать неработающие пенсионеры. Для подачи заявления о назначении пенсии гражданам больше не придется лично обращаться в ПФР. Можно воспользоваться порталом госуслуги. Если окажется, что документов, которые есть в распоряжении пенсионного фонда, недостаточно, запросы в архив или бывшим работодателям сделает ПФР. Ранее российская трехсторонняя комиссия рассмотрела бюджет пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно документам, среднегодовой размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит более 20 тысяч рублей в 2024 году. Ежегодно 18 июля в России отмечают День создания органов Государственного пожарного надзора. Это профессиональный праздник всех, кто контролирует, как соблюдаются требования пожарной безопасности и пересекает их нарушения. О тех, кто служит в пожарном надзоре нашего города, расскажем далее. Удаленка – это не про них. Обеспечить безопасность детских садов, школ, торговых центров можно только непосредственно, находясь на месте событий, внимательно осматривая все помещения и подмечая детали. Эта работа требует внимательности, сосредоточенности и знания всех необходимых нормативно-правовых актов. Но именно такая скрупулезность и принципиальность помогают защитить жизни людей и не дать случиться пожарам. За профилактику возгорания отвечают сотрудники пожарного надзора. По объектам проверка где-то в среднем у нас проверяется в год от около 100 объектов защиты. Значит, разные категории, то есть это и садики, и школы, и магазины. Повышенное внимание уделяют объектам с массовым пребыванием людей. График плановых проверок составляют заранее. Есть и внеплановые проверки, во время которых сотрудники пожарного надзора контролируют устранение нарушений, выявленных ранее, или работают по обращениям граждан. Очень часто происходят нарушения именно когда объект функционирует, что-то там внутри захотели поменять, какие-то перегородки, еще что-то. И получается так, что не зная об этом, то есть нарушили требования пожарной безопасности. Если это выявилось, например, уже в период проведения проверки, то придется нести административную ответственность за данное нарушение. Один из важных аспектов работы сотрудников пожарного надзора – расследование причин пожаров. В среднем в год происходит 40-45 возгораний. Дознаватели осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и собственников сгоревших помещений. За электрики, может быть, потом при неосторожном обращении с огнем, также неосторожность при курении. Большинство у нас в этом году, по статистике, у нас в большей степени – это неосторожность при курении. То есть люди, которые употребляют спиртные напитки, курят в помещениях дома, в квартирах, из-за этого потом ложатся спать, и из-за этого получается возгорание. Проводят сотрудники пожарного надзора и профилактические мероприятия. Время действия на территории Сарова особого противопожарного режима они часто патрулируют седоводческие товарищества и леса, объясняя горожанам основные требования пожарной безопасности. От лица руководства и личного состава пожарной охраны поздравляем всех ветеранов, стоявших у истоков создания Федерального государственного пожарного надзора. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и нескончаемой энергии. Спасибо вам за огромный вклад в обеспечение пожарной безопасности охраняемого объекта. Сдать батарейки, аккумуляторы, а также старые телефоны и макулатуру можно теперь в Кванториум Саров с 8 до 17 часов. Активисты принимают отходы в аккуратно упакованном виде и по мере их накопления отвозят на переработку в Нижний Новгород. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продажи авиабилетов по семейному тарифу поручил запустить в августе Михаил Мишустин. Как сообщил премьер, всего определены 46 межрегиональных маршрутов. Они напрямую соединяют практически все основные российские города. От Калининграда до Южно-Сахалинска. В перечень попали в том числе Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Стоимость билета со скидкой будет варьироваться от 4,5 до 11 тысяч рублей в зависимости от направления. Льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров. В помещениях избирательных участков нельзя будет перекусить или поприветствовать кого-либо рукопожатия. Такие рекомендации к единому дню голосования дал Роспотребнадзор, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Документ за подписью главы Центра сберкома Эллы Памфиловой и главного санитарного врача Анны Поповой опубликовали на сайте ЦИК. Еще одна рекомендация касается вакцинации. Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции, указывает Роспотребнадзор. Ранее глава ведомства Анна Попова на заседании ЦИК заявила, что привиться от COVID-19 должны 100% членов избиркомов и наблюдателей. МВД внедрит систему розыска автопаутина по всей России до конца года. Ранее ее использовали только в Москве и Подмосковье. Паутина помогает полицейским отслеживать угнанные машины и автомобили, которые покинули место ДТП. Система в перспективе станет частью электронного обжалования штрафов в рамках портала Госуслуг. Ярмарка вакансий пройдет 22 июля в Сарове. Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости населения Нижегородской области. Специалисты центров занятости помогут горожанам в поиске работы, расскажут о положении на рынке труда, услугах службы занятости населения, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан, ознакомят с банком вакансий. Граждане смогут пройти собеседование с работодателями, научиться составлять конкурентноспособное резюме, проконсультироваться с юристами по вопросам труда и занятости. Справки по телефону 9-84-60. На чемпионат по лыжеролерам будут допускать только при предъявлении QR-кода. Организаторы, участники и зрители смогут посетить мероприятие при предъявлении оригинала одного из следующих документов. Сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, срок действия не более трех дней. Для несовершеннолетних лиц результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2, срок действия не более трех дней. Результат исследования на наличие моноглобулинов G-COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования. Срок действия не более 60 дней. Чемпионат по лыжеролерам пройдет в Сарове со 2 по 8 августа. 3 и 4 августа на лыжной базе состоится гонка с раздельным стартом свободным стилем и персют классическим стилем. А 6, 7 и 8 августа на проспекте Музруково пройдут индивидуальный и командный спринт. Иммунитет COVID-19 в России достиг 60%. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Орек Таталян в интервью на телеканале «Россия-1». Данные пока предварительные, но мы достигли в целом по стране около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом, сказал Таталян. Он добавил, что необходимо дойти до 90%. Обязательную систему QR-кодов отменили в заведениях общепита и фудкортах в торговых центрах в Москве с 19 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Но и персонал, и посетители обязаны соблюдать соответствующие требования Роспотребнадзора. При этом у предпринимателей остается возможность организовать вход только для вакцинированных, переболевших коронавирусом или сдавших ПЦР-тест. В таких заведениях можно находиться без масок и перчаток. У посетителей не обязательно проверять температуру при входе, а столики могут быть расставлены ближе, чем на полтора метра. По словам Сергея Собянина, за последний месяц в Москве вакцинировались 2 миллиона человек. За минувшие сутки в стране выявили 24 633 новых случаев коронавирусной инфекции. В Нижегородской области за сутки заболел 531 человек. В Сарове с начала пандемии выявили 16 478 случаев COVID-19. 16 118 человек выздоровели. 44 человека госпитализировали в КБ-50. Из них три саровчанина в тяжелой степени. 41 в средней степени тяжести. На карантине 67 горожан. С начала наблюдений в городе от ковида умерли 135 человек. Вакцинация подростков в России должна начаться до 20 сентября, сообщил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Мегамалея Александр Генцбург. Сейчас в Москве проходит исследование, адаптированное для детей вакцины «Спутник Ви». Наша съемочная группа выяснила, согласны ли саровчане привить своих детей. До 20 сентября в России должна начаться вакцинация подростков. Исследования, адаптированные для детей вакцины «Спутник Ви», показали, что температура поднялась лишь у двух из ста испытуемых. Решение о вакцинации будет принято только после полноценных клинических исследований, заверенного уполномоченной при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой. Согласие на прививку будет дано только родителями. И мы решили узнать саровчан, дадут ли они согласие на прививку своим детям. Пока что нет, пока что не очень доверяю. Сами сделали, сами привелись, потому что уезжаем в отпуск. Если помогает, то нужна, а если не помогает, то... А кто докажет, что помогает и как доказать? Никто однозначно не может ничего сказать. Я считаю, что надо, чтобы не болели. Пока не проверят, лучше не делать. После неисследования вакцины детям колоть нельзя. Сначала надо проверить на взрослых. Не знаю, наверное, нужно. Вы бы своим детям дали согласие на прививку? Дал бы. Если есть такие прививки для детей, то, наверное, надо. Я рожден в СССР, прививку делали всем. Я думаю, раз президент появился, значит, все нормально. Мнения о прошлом разделились. Кто-то считает, что делать прививку нужно, но стоит дождаться окончания клинических исследований. Вторая половина категорически против вакцинации детей. 14 июля на Варламской дороге водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП он получил травму и был госпитализирован в КБ-50. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Неизвестный похитил имущество на 5000 рублей из гаража. Чтобы проникнуть в гараж, подозреваемому пришлось отжать ворота. Вору приглянулись в передние и задние сидения автомобиля, а также аккумуляторная батарея. Благодаря свидетелям, сотрудникам уголовного розыска удалось найти виновного и вернуть пострадавшему часть похищенного имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело. По части 2 статьи 158 Уголовного кодекса кража, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободного срока до 5 лет. В четырех ДТП на прошлой неделе пострадали люди. На перекрестке улиц Курчатова и Московской водитель Volkswagen Tugan при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу в автомашине Сан-Кашкай. В результате ДТП пострадал маленький ребенок. Диагностированы у него такие, слава богу, незначительные телесные повреждения и был отпущен домой. Хочется заметить, что ребенок перевозился по всем правилам дорожного движения в детском кресле, вследствие чего при довольно-таки сильном столкновении транспорт-средств вот такие незначительные телесные повреждения. Еще один саровчанин пострадал в ДТП после долгожданного многими дождя. Водитель Дэо Матис не справился с управлением на мокрой дороге. Автомобиль съехал с проезжей части и опрокинулся. ДТП, которое повлекло за собой незначительные повреждения водителя в виде ушибленных поверхностных ран и ушиба правого тазобедренного сустава. Довольно-таки серьезное ДТП, но водитель отделался, можно сказать, легким испугом. Всего за неделю сотрудники ДПС зарегистрировали 122 нарушения ПДД. Рупор революции. 19 июля 1893 года родился один из самых ярких и самобытных поэтов Владимир Майковский. Помимо поэзии он увлекался рисованием, выпускал журнал, снимался в кино, играл на сцене. За свою короткую жизнь Майковский успел написать около 200 произведений. О творчестве и судьбе великого поэта расскажем в следующем репортаже. Большой баннер с портретом Майковского встречает каждого читателя в холле библиотеки. Оригинальный, эпатажный, брутальный. Таким поэта запомнили читатели и мировая литература. Владимира Майковского можно назвать человеком-оркестром. Он был не только крупнейшим поэтом 20 века, но и драматургом, киносценаристом, режиссером, актером, художником. Все творчество Владимира Владимировича было устремлено в будущее. Поэтому сейчас поэт как никогда понятен и близок к современному человеку. Библиотека имени Майковского проводит большую работу, чтобы сохранить память о личности поэта. С 1963 года, с времени присвоения библиотеки имени Владимира Майковского, сотрудники занимаются активной пропагандой его жизни и творчества. Проводятся выставки и различные массовые мероприятия, литературные вечера, вечера поэзии, маяковские чтения, которые привлекали достаточно большую аудиторию наших горожан. Коллектив библиотеки всегда творчески подходит к событиям, которые посвящены Майковскому. Наиболее яркие и масштабные мероприятия были подготовлены к юбилею поэта. Сегодня к 128-летию Владимира Майковского сотрудники библиотеки подготовили в читальном зале книжную выставку под названием «Я знаю силу слов, я знаю слов на БАД». Здесь представлены книги, которые раскрывают уникальность и многогранность этого удивительного человека. Библиотека имени Майковского предоставляет всем желающим достаточно обширный список, по которому мы можем познакомить наших читателей с личностью Владимира Владимировича и его изумительным талантом, который раскрывается с новой силой для читателей 21 века. Выставка книг будет представлена в читальном зале до конца августа. Также на сайте библиотеки создан специальный раздел «Майковский», в котором пользователи могут познакомиться с биографией поэта и списком его произведений. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работы Екатерина Пёнова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова